На месте крушения Ан-26 в Харьковской области завершили спасательные и следственные работы. Фрагменты самолета передали на экспертизы, но к расшифровке бортовых самописцев еще не приступили. В Харьков приехали родственники всех погибших для идентификации жертв по ДНК. Цветы, игрушечные самолеты и лампадки возле центрального входа Харьковского университета воздушных сил Украины имени Кожедуба. Горожане второй день приходит почтить память погибших курсантов и членов экипажа военного самолета Ан-26. Услышал гул, боковым зрением увидел самолет, а затем взрыв. Ярослав Тарасов первым подбежал к горящему борту. Помочь остановились еще несколько человек, проезжавших мимо. Тушили выбежавшего из самолета курсанта. Тушили огнетушителем, смогли потушить, пришлось снять вещи, потому что они кипели прямо на нем. Также появился второй парень. Честно, это было в таком состоянии, какого-то аффекта у меня. Я даже не понял, откуда он появился. Вот второй парень, который сейчас в больнице лежит, у него была рассечена голова сзади. Такой большой, как порез или даже рассечение на ноге. Но он был в сознании, полностью все лицо в крови. Единственный выживший, 20-летний Вячеслав Золочевский идет на поправку. Парень рассказал подробности своего спасения. Сегодня лишь он додатково поведомил, что Господь сберег его життя, потому что он находился в певной капсуле, как, представляешь, летака. Он частиной летака прикрыл его, и поэтому, власне, огонь не дістав его. Он пришел до тями, и это дало возможность ему покинуть ту частину летака, которая палала в огне. Идентификацию тел погибших по ДНК начнут с понедельника, сообщили в Харьковской облгосадминистрации. Родственники погибших сейчас в Харькове. Их обеспечили жильем, поддерживают психологи. Родные 20-летнего Дмитрия Студинского приехали из Житомира. Он учился на четвертом курсе, на пятый, перешел уже на пятый курс. Завжди мріяв, вся життя, с дитинства мріяв стати летчиком, його мрія здійснилася. Він летав, він був дуже щастливий. Тем временем следственная група досрочно завершила работы на месте крушения. Фрагменты самолета переместили на специальную площадку. Разлившееся топливо с проезжей части смыли и закрыли протокол. Наталья Гаевская, Наталья Белокудря. Харьков. Твой дом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова